Заменитель сигарет Причем он безвреден как и для окружающих, так и для самого курильщика. Я уверен, что скоро изобретут безопасное ядерное оружие и безвредных водителей общественного транспорта. Вы смотрите незаменимое шоу «Убойная ночь», меня зовут Павел Виноградов, здравствуйте. Сегодня вместе со мной здесь мои друзья, которые входят в двадцатку самых богатых людей в этой студии. Давайте их поприветствуем. Человек настолько стильный, что уже невозможно об этом шутить, Игорь Коваленко. Его имя переводится как «Лев», а непросвещенный называет его просто «Пупсик» Руслан Белый. В его голове спокойно уживаются малиновые ежи и кактусообразные тюлени. Леонид Махно. Российско-украинскую границу этот человек пересекает настолько часто, что в следующем году власти Украины решили построить рядом с газопроводом «Эдопровод». «Эд». Человек, у которого самое короткое расстояние от мозга до языка, что дает ему ряд преимуществ как на работе, так и в личной жизни. Роман Клячкин. Всеми краски пья. Любитель бурной ночной жизни и тяжких утренних последствий Евгений Медведь Машечкин. Фигня, где подколол. Из обычного украинского гастарбайтера, благодаря своему таланту, он превратился в супер-старбайтера нашего шоу. Алекс Аморалес. Аморалес! Сразу к новости, друзья. Российским курильщикам грозят серьезными мерами. Дело в том, что глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предлагает запретить курение на улице, а также объявить вне закона производство и продажу сигарет. Он ссылается на Евросоюз, который размышляет над подобными мерами. Как говорится, что русскому хорошо, то в Европе запрещают. Я предлагаю поговорить о курении. Красная страна за курение, не видит в этом ничего плохого. Синяя не видит в курении ничего хорошего. Поехали. Эд. Почему ты за курение? Я? Ты же куришь. Да, курю. Но как тебе сказать? Мне приходится курить, Паш, я вынужден. Чтобы лет через сто историки не ломали себе голову, почему, допустим, Сталин, Гитлер и Кастро курили, а Эдинька видеть или нет? Эдинька, как он себя ласковал. Роман. Ну, я за курение, потому что тогда, если бы не было курения, Минздрав остался бы без пиара. Кого бы он предупреждал и о чем? Что за структура? Женя, ты почему за? Да, я за, потому что у курения много плюсов. Ну, во-первых, это витамин А, В, С. Также курение хорошо влияет на потенцию. Курильщикам проще получить ипотеку. Вот. Ну, либо я неправильно проинформирован. Руслан. Да. Ты против? Я против курения, потому что я вообще за 29 лет ни разу не курил. Вот честно, ни разу не курил. Вру, да, но ни разу не курил. Вообще. Я против, потому что я лучше бы тратил деньги не на сигареты, а там на бедных детей Нигерии отдавал им. Да, вру. А вы тут капец какие искренние, да? Давайте по-честному поговорим сегодня. Давайте. Клячкин, ты же не куришь. Не, я на самом деле за курение. Курение это супер. Хотя я не курю. Вот, но, представляете, что бы делали без секса, после секса тогда. Вот, если бы не курили, да? А так ты куришь, да? Все, показываешь, что тебе хорошо. Самец. Ты красотка. Скоро мне пора домой. Ну, и пока ты куришь, она может выговориться. Ну, а если бы не было курения, что, после секса вставать и, что, на стене кабачковой икрой писать «Ура!»? Не кабачковой икрой. А какой? Ну, вот ты понимаешь. Сметанкой? Кстати, правильно, он прав абсолютно, что после секса вам все. Что после секса делать? Что делать, разговаривать, что ли, с ней? Сексом нужно заниматься так, чтобы между первым и вторым не было вообще промежутка, чтобы не успеть поговорить вообще. Она только... А-а-а-а... Будь мужиком. Будь мужиком, да. Животное. Второй раз. Только-только она только... Не. Ну, ты знаешь, ну, второй раз было как-то... Ну, ты знаешь, было как-то... Ну, ты знаешь, как... А-а-а-а-а-istics! Пяти раз. А ты сколько занёшь? Две секунды сексом заняли? А-а-а-а! Что? Роман? Что это за движение? Это я тебе чищу руку. Смотрите, клячки. Что это? Давай там расслаблено в состоянии. Я продолжу ваши мысли про то, что после секса курят. Это плохо, друзья. Вот, ты куришь после секса. Если ты куришь, ты с ней не разговариваешь. А если ты с ней не разговариваешь, как ей донести информацию, что брала такси и уезжала? Все, покурил, пришел, только собрался, а она уснула. Ну, ладно, с утра. С утра встал, пошел, покурил, думаешь, сейчас приду. Приходишь, там все уже завтрак тебе с чаем. Все, поел, думаешь, ну ладно, вечером. Все вечером приходишь, там уже ужин свечи. И уже вроде бы к ней привык. А зачем тебе вторая плохая привычка? Нет, смотрите, люди бросают курить, начинают толще становиться, дополнеть. Мало в стране хороших, вот где мне искать хороших, полных дел. Где пампушечки? Где вот эти вот щечки, которые на плечиках? Где складочки на шее? Понимаешь, поставил я ей засос, она пришла, а складочки от мужа засос скрыли. Где вот эти вот бусербродики? Мало женщин полных. У меня, что, у меня слюна такая. Слушай, глядя на улицу. Если выйди, посмотри. Такое ощущение, что Махно каждый день бросает курить. Пампушечка. Не, на самом деле, мы все за курение, троем. Я не знаю, потому что в курилках, вообще курение дает тебе больше информации. Конечно. Где ты информацию берешь? В курилке? В курилке? Конечно, все сплетни. Например, я в курилке узнал, что улень Махной – это не живот, а там прятится Рустам Блютуз. А Коваленко спит гол, и у него любимая игрушка – мягкий медвежонок Эдди. А белый серый кардинал ВВС Воронежа. А Клячкин сегодня после передачи получит по роже. Профессия ранней Бысков из университетской клиники Копенгаген пришла к поводу о том, что курение уничтожает Y-хромосомы, которые отвечают за рождение мальчиков. А X-хромосомы оказались менее чувствительны к никотину. То есть, друзья, лишний перекур в постели, и у вас девчушка. Я вас поздравляю. А! Съели! Слушайте, есть такая поговорка. Капля никотина убивает лошадь и Y-хромосому. Так что не знаю, что там с хромосомы, но лошадь у вас точно не родится. Да. Это плюс. Если вы не лошадь. Да. Вот это здорово заметил. Прича. Да. Да нет, на самом деле это отлично. Это вообще супер. То есть, куришь и можешь регулировать пол ребенка. Хочешь девочку – кури. Хочешь мальчика – не кури. Да. Но самое главное – не быть как родители Сергея Зверева, которые то курили, то не курили. Так и не определились. Может, покурим? Не, не, не. Не, давай. Не, ну что это? Вообще отвратительно. Плохо курить в постели. Это до добра не доведет. Не будет ни девочки, ни мальчика. Нормальных похорон не будет. То есть, не тут в совочек развеют над водами Москвы реки и все. Колумб, когда вез из Америки в Европу табак, он даже не подозревал, что он вместе с табаком везет еще и тему для нашей сегодняшней передачи. Мы уходим на рекламу и скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Слушай, если Даль придумал толковый словарь, то Лёха, Лёнька должен придумать бестолковый словарь. В эфире «Убойной ночи», друзья, и если, выходя на прикур, вы забыли, о чем мы сегодня говорим, я вам напоминаю, что мы говорим как раз о курении. И сейчас настало время для нашей постоянной рубрики, которая называется «Лучше бы птичка не вылетал». Мы обсуждаем в ней фотографии наших телезрителей. Внимание на экран. Комментарии от вас. Я жду. Поехали. Вы все еще против курения, ребята? Это, знаете, горячая штучка. Нет, эта девушка говорит, Кент, смотри, у меня четверка. А вот он до этого момента не курил, между прочим. А, тут говорить надо, а что-то надо? Да. Мне кажется, он и после этого момента не будет курить. Это обряд, как посвящают в курильщиков вот у нас. Я все время смотрю, когда на таких женщин, мне кажется, знаешь, ну тело немного под наклоном растет. Ну да, там где мох, там север. Послушайте, Лёнин. Да, это вот есть вещи, на которые можно смотреть вечно. Огонь, сиськи, вот. Это три вещи. Три вещи. Огонь, сиськи, ошейник. Все, ошейник. Огонь и две сиськи. Вот, смотрите, не было бы сигареты, зажигалки, не курили бы они другим хорошим делом занялись. Вот. Нарожали. Что время-то? Так, может быть, это после хорошего другого дела. Нарожали бы черно-белых. Да какой после? Почему в одежде они тогда, если после? Нет, ребят, на самом деле тут все правильно. Им сексом заниматься нельзя. Зебра родится. Поэтому лучше... Пускай курят. Видишь, как замечательно. Я работаю в дуэте с маленьким нацистом. Она сейчас думает, что... Давай быстрее, она нагревается. Глупая идея, сиськи сжог. А вот что такое изжога. Если судить о мире по фотографиям из интернета, понятно, что конец света уже наступил. Спасибо, друзья, за ваши комментарии. Продолжаем мы обсуждать курение. Начнем вот с Эда. Продолжим, точнее, с ним. Игорь только что медведю подмигивал. Тогда Женя продолжил. Да он на вечер с ним договаривался. Нет, нет, я продолжу. Я продолжу, напарник. Вот ты же знаешь, если бы я не курил, меня бы не выгнали с секции бокса. Правильно? И я был бы сейчас огромным тяжеловесом боксером. А зная меня, и зная то, что я хочу всем вам причинить боль, да? Но не знаю как. Понимаете? Вот в чем плюс. А был бы боксером, знал бы. И причинил бы, поверьте. Так что радуйтесь, что я курю, и что у вас целые счастливые лица. А ну быстро счастливые лица сделали. А сейчас Эд просто огромный тяжеловесный дурачок. Два плюс два. Военный. Вопрос ущерпан. Для себя военный. Я просто тебя записал. Пойди на бокс. Подожди, а вот, ну я просто не курю, хочу у вас спросить. Человек, который курит, заядлый курильщик, если он долго не курит, он что, нервничает? Да. Да? Да. Ну вот смотрите. Ага! Ну вот смотрите. Быстрее. Смотрите. Значит, в самолете. В самолете курить нельзя. А долгий перелет. Вот люди бывают по шесть часов, по семь часов летают. Всем курить хочется, но многие не успевают. В туалете нельзя еще где-то. Ну нельзя курить. Человек, который долго не курит, начинает нервничать. Вы знаете, не очень удобно, не очень комфортно сидеть, когда рядом ходит человек и говорит, «Мы разобьемся, мы разобьемся, мы разобьемся, мы разобьемся, тем более в костюме пилота, мы разобьемся». На самолете, да, мы говорим? А как классно будет, когда люди перестанут курить и не нужны будут тамбуры в поездах. Поезда станут короче и идти будут дольше. А мне 25 лет, куда спешить, ребята? Давайте, давайте вести здоровый образ жизни. Давай. Вот давайте вести здоровый образ жизни. Проснулся с утра, пробежечек вокруг дома, там, 5-6 кружочков. Потом быстренько домой забежал, выжил фреш, потом на работу пошел. Куда пошел на работу? В какой-нибудь здоровительный комплекс работать, правильно? Да-да-да. После работы ты что делаешь? Бежишь домой, потому что, да, здоровье, все хорошо. Пришел домой, фреш, сон. Интересно, да, согласитесь? Очень интересно. Да-да. А курильщик, 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 понимаете, он, у него другая жизнь. Он с утра просыпается, и у него сразу вопрос. Сначала кофе попить, а потом покурить. Или покурить, а потом кофе попить. И мозг сразу работает. И он что делает? Мозг совмещает. Он курит кофе. Ребят, ну курение это плохо. Знаете, Гитлер как появился вообще? Бегал маленький фашуга по Германии. Фашуга. По Ганноверу такой. Бегал очень маленький такой у всех. Дайте закурить, дайте закурить, дайте закурить. А все же высокие. Он, пожалуйста, сигаретку дайте, дайте сигаретку дайте. Зачем это такое? Вообще ужас какой. И все. А потом никто, он бегал, на него никто внимания не обращал. И он просто в один момент вышел на трибуну перед людьми. И дайте, дайте сигаретку, дайте сигаретку. О-о-о. Сергей. Сегодня на горячем стуле у нас, сейчас я подумаю, две секунды. Леонид Бахнов. Вот, отлично. Давайте аплодируем ему. Итак, у тебя есть несколько секунд, чтобы придумать первый ответ на вопрос, который ты еще не знаешь. Готов ли ты? Придумал. Придумал, отлично. Как бросить курить? Хай! Как связаны курение и курица? С цыплятами. Что сказал народу Петр Первый, когда привез в Россию табак? Покурить и убью. Что сказали на это бояре? Мы не слышим тебя. Как раскурить бамбук? Попросить ротастого парня. Как назвать вид спорта по бросанию курка в бурну? Урнобол. Там, где нет перекуров, нет? Работы. Что происходит с человеком, когда он бросает курить свои? Умирает у друзей. Вот такая логика. Как остаться некурящим в плохом районе? Раздеться и спать. Твой совет тем, кто собирается учиться курить? Бросайте. Бросайте учиться. Как незаметно покурить в офисе? Спрятать сигарету в легкие. Как бы ты назвал свой сорт сигар? Любовь. Почему? Люблю. Леонид Пахманович, я не был на горячем стуле. Я предлагаю ему поаплодировать. Он этого заслужил. Это было действительно смешно. От слов к делу переходим. У вас будет некоторое время, немного, для того, чтобы подготовить свои финальные номера. Красная сторона будет придумывать номер на тему историческая драма. Синяя сторона. Семейная драма. Алекса Моралес, как всегда, будет разрываться между красной и синей сторонами. А мы опровергнем один из законов физики. Никуда не двигаясь, идем на рекламу. И так же, никуда не двигаясь, вернемся обратно в студию. Реклама на ТНТ. Оставайтесь с нами. Реклама на ТНТ. Такое забывающее, типа, грустненькое. Слушай, а в этом, когда мы сидим, прям в сигарете, прям в лицо. Чувак, ну, как бы не обижайся. Нет, я в этом все. Вообще, да. Вы снова смотрите Убойные ночи. Наши участники уже подготовили свои финальные номера на тему курения, приятная зависимость или месть американских индейцев белому человеку. О чем же все это время нас предупреждал Минздрав? Давайте узнаем это из номеров, финальных номеров наших участников. Красная сторона у нас. Начинает. Историческая драма. Ребята, медведь, Эд, Ромашка. Прошу. Ры, Машка. Пашка. Спасибо. Исторический этюд. Я исполню последнее твое желание. Хочешь? Хочу. Кури. Не буду я курить твои немчурские сигаретки. Паршивые. Я еще одну возьму. На потом, так сказать. Чик-чик. Беги, Андрюшка, беги. Я этого фрица отвлеку. Эх, яблочко. Куда стыкать сейчас? А Советский Союз не развалится. Эх, яблочко. Я как-то манил. Че ж ты стоишь-то? Беги. Шкурак. Постой. Постой, немчура. Вот ты меня застрелить хочешь? А меня ведь дома ждет свинья. Большая свинья. Дочурка, сыночек. И женушка красавица. Вот у тебя, немец, есть свинья? На, не понимаешь ты наших русских каламбуров. Я ответил на ютки. Я с ютки. Тих-тих. Подожди. Постой, постой. Хочу знать, сколько времени. Ты уверен? Да, хочу знать, во сколько погиб. Сбежать захотел? Нет. Сколько времени? Так. Тих. А не, это в лесу охотники стреляют. А нет. Все-таки меня. Но эта история могла... А эта история могла бы закончиться по-другому. Швайны, швайны. Because of you, city of the crazy. Хвалины годыны. Не ожидал, что фриц полиглот? Я исполню последнее твое желание. На, кури. Не курю. Беги, Андрюшка, беги. Я этого фрица отвлеку. Эх, я получу. Ну, как ты, как ты? Беги, Андрюшка. Вот видите, в определенных обстоятельствах курение сигареты может продлить вам жизнь на 2-3 минуты. Так что курите. Но только в определенных обстоятельствах. Все, обойму. Жень, вот это этюд, а. В этом номере ни один медведь не пострадал. Посмотрим, пострадает ли синяя сторона. Семейная драма. Смех. О чем речь? Клячкин, дай стул. Проблёт. Быстрее. У меня же этих стульев, как сапа. Быстрее. В обычном городе жила совершенно обычная семья. Мать! Да? Мне кажется, сынок-то наш не курит. А ну, дай пальцы понюхать. Ты опять сегодня не курил? А ну-ка, дыхни. Он еще и зубы чистит, а. Свинья. Ну-ка, посмотри отцу в глаза. Я сказал, посмотри отцу в глаза. А. Он не хочет смотреть мне в глаза. Он что-то скрывает. Отец. Мать. Почему во дворе надо мной все смеются? А потому что нехрен так разговаривать. Семенушка. Ты знаешь, сколько матери лет? Сорок пять. А выгляжу на восемьдесят девять. А знаешь, почему? Почему? Бегаю. Ты посмотри, посмотри на соседского Петьку, а. Помощник в семье растет. Дома чистота и порядок. Все бычки за родителями докурил. Ты понимаешь, что никогда, никогда в семье Беломоровых и Примовых, я не брала фамилию мужа, не было такого урода, как ты. Правда, и такого красавца, как ты, не было. Спасибо отцу. Спасибо соседу. Нет, ты объясни. Объясни. Может, мы с матерью чего-то не понимаем? Может, мы туповаты? Может, мы прокурили все мозги? Может, мы не штырим в чем-то? А? Почему? Почему? Почему ты не куришь? Отвечаю. С детства вы меня отдали На кружок вязания Не пойму я, мама, папа, Ваши притязания Сижу Вяжу Ляжу Вяжу Пам-парам-пам Возвращаюсь Как-то ночью Я в штанах Полосочку Подбегаю Два урода Дай-ка папиросочку А я им Дяди Я не курю Я вяжу Че ты гонишь Парень шинягу Охренел Совсем Малец Завязалась Сразу Драко А в вязании Я ведь спец Спицы Сижу Курю Я ж говорил Что я Вяжу Пам-парам-пам Друзья Выбирая между Курением И вязанием Выбирайте Дзюдо Задусь Спасибо Смешной номер Все номера Показаны Осталось только Проголосовать А так как Наши администраторы Так и не смогли Выговорить Словосочетание Бюллетень для голосования Будем голосовать Руками Которые любезно Предоставлены Матушкой природой Голосуем Результат Голосования Сегодня победила Синяя сторона Давайте им поаплодируем Ого 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 В пустыне Гоби Археологи Обнаружили Древнее захоронение И В могиле Они помимо предметов Домашнего обихода Которые могли пригодиться В загробной жизни Нашли еще Немаленький Пакет с марихуаной Друзья Лучше бы они положили Несколько дисков С нашей программы И веселее И загробный Наркоконтроль Не придерется Вы смотрели Убойные ночи Меня зовут Павел Виноградов Я передаю слово Победителям По традиции Страна Иди сейчас И проведи Убойную ночь Причем так Что просвосим Прерваться на перекур Убойные ночи Страна Мы любим тебя I love you And be jam Убойные ночи Убойные ночи Убойные ночи